На Велароссе 4 программа Де Факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Под ударом стихии. Аварии на дорогах, автомобили в снегу и отключение электроэнергии в населенных пунктах. Как Гомельская область справилась с волной снегопадов и морозов? Сломали 38 секций бетонного ограждения. В Мозорском районе девушки выпустили пар после ссоры, раскрошив ногами забор коммунальщиков. Порезал человека и вместе с ним скрыл преступления от скорой и милиции. В Калинковичах в порыве гнева пенсионер нанес ранение племяннику, отчего тот скончался, так и не обратившись к медикам. Дорога не прощает ошибок. Какие испытания зима всегда готовит автомобилистам и как не стать причиной затора на дороге? Специальный репортаж Алексея Немкевича. Судьба пешехода. Почему в Гомельской области растет количество наездов на людей и на каких улицах Гомеля возрастет напряженность движения? Комментарий эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немалое количество чрезвычайных ситуаций. Декадная норма снега. Гомельская область попала под удар стихии. Из-за непогоды обесточенными оказались около сотни населенных пунктов. Работы добавилось не только энергетикам, но и спасателям. В трех районах области они оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. Сильный ветер стал также причиной падения деревьев. Повреждены 13 автомобилей. А некоторые машины спасателям пришлось буквально доставать из снега. Не учел погодные условия и выехал навстречу. Такова причина сразу нескольких ДТП, которые были зафиксированы в эту субботу. Одно из них произошло на автодороге Гомель-Ветка. В районе магазина «Домашний» лоб в лоб столкнулись «Пежо» и «Тойота». Переправу через Припять снова закрыли. Она продержалась трое суток. Движение транспорта теперь возможно только в объезд через Мозырь и Пинск. Напомним, переправа заменяет стационарный автомобильный мост, который из-за трещины был закрыт в декабре. Лед на реках и озерах области не стал препятствием для браконьеров. Улов потянул на 1000 долларов штрафа. Более 5 килограммов рыбы на троих. С такой добычей были задержаны любители незаконной ловли в затоке реки Ипуть. В их арсенале были 4 сети общей длиной 37 метров и 9 сетевых экранов. Вред, причиненный окружающей среде, оценен в сумму более 2000 рублей. В отношении браконьеров начат административный процесс. Стандартное патрулирование сотрудниками ГАИ Мозырского района закончилось погоней. Водитель Лады проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Промчавшись через поселок, нарушитель устремился в сторону леса, где его девятка и застряла в сугробе. Однако водитель не сдался и побежал вглубь леса. Сотрудники госавтоинспекции быстро догнали беглеца. Как оказалось, 39-летний Мозырянин находился в состоянии алкогольного опьянения и на момент задержания уже имел опыт вождения автомобиля под градусом, за что ранее был лишен прав. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. В Мозырском районе милиция разыскала вандалов, которые сломали 38 секций бетонного забора. Удивлению правоохранителей не было предела, когда они узнали, что это две студентки одного из вузов райцентра. Оказалось, в один из вечеров, прогуливаясь по деревне Козинки, подружки поссорились и подрались. Однако для полной психологической разрядки выпущенного пара им показалось мало. Тогда девушки начали крошить бетонный забор, разбивая его секции ногами. 543 рубля – сумма ущерба. Как сообщает телеканал Мозырь, возбуждено уголовное дело. В Гомеле три человека пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса. ДТП произошло накануне на улице Сверидова, неподалеку от остановки улицы Макайонка. Среди травмированных – семилетний мальчик, у него ушиб носа. Также у одного из пассажиров зафиксирован ушиб спины. Пожилой женщине потребовалась госпитализация. Сокрытие семейной поножовщины привело к смерти 43-летнего мужчины. 2 февраля во время ссоры пенсионер ранил своего племянника. Проживали родственники совместно, и с целью скрыть инцидент было решено не вызывать ни скорую помощь, ни милицию. В течение трех дней раненый мужчина находился в доме без профессиональной медпомощи. В итоге 5 февраля он скончался от полученных ранений. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования – основная версия причины пожара в автомастерской на улице Медицинской в Гомеле. Возгорание в кирпичном гараже произошло 7 февраля около 11 часов. Никто из автомехаников, работавших в мастерской на момент инцидента, не пострадал. В результате пожара огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие. Проводятся восстановительные работы. Ельские спасатели помогли дальнобойщику отбуксировать фуру, застрявшую в снегу. Автопоезд не смог тронуться с места на улице Гагарина. В момент инцидента в машине находился водитель. Работники МЧС при помощи автоцистерны и троса отбуксировали тягач с полуприцепом на проезжую часть. В жлобине «Мерседес» померился силами с рейсовым автобусом «МАЗ», совершив лобовую атаку. Водитель отделался царапиной, чего не скажешь о его немецком автомобиле. Первую кражу преступники совершили 29 января. Один из терминалов, расположенный в здании продовольственного магазина по студенческому проезду, перестал передавать сигнал сим-карты. Операторы сначала решили, что это технический сбой. Однако утром стало известно о похищении устройства. Его попросту вырвали из стены. На тот момент в терминале находились 1250 рублей. По горячим следам найти налетчиков не удалось. Время было упущено, но сыщики не теряли оптимизма. Ими рассматривалась версия о серии похищений. И действительно, в ночь на 5 февраля злоумышленники попытались похитить еще один терминал с наличностью. После совершения кражи первого терминала, имевшего место 29 января на территории Советского района, нами проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, результатом которого стало задержание в ночь 4 на 5 февраля подозреваемых лиц при совершении преступления с поличным. Кража второго уже терминала на одном из магазинов, расположенном на улице 70 лет БССР в городе Гомель. При осмотре жилища задержанных лиц был обнаружен и первый терминал, который они похитили ранее. Горе грабителям не повезло. В хранилище было всего 30 рублей. Воры совершили налет после инкассации устройства. Работали злоумышленники семейным подрядом. Оба из Гомеля. Мужу 25, жене 24. В семье двое детей. Помогал преступникам 25-летний друг семьи. В первый раз его просто попросили побыть дома с детьми, надеясь, что справятся сами. Но добыча оказалась тяжелой, поэтому пришлось срочно вызвать приятеля, посвятив его в свои планы. Часть денег из первого терминала лихая троица успешно потратила. Оставшуюся сумму правоохранители изъяли при обыске. Стоит отметить, что никто из задержанных не был судим. Теперь к их финансовым проблемам добавятся и уголовно-процессуальные. Супружеской чете и их приятелю грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники из отдела уголовного розыска раскрыли сетевую схему реализации в Гомеле липовых сертификатов техосмотра. Кроме основателя преступной группы, в нее вошли шесть человек-посредников. Расследование закончилось возбуждением ряда уголовных дел. Первый поддельный сертификат предприимчивого умельца попал в руки сотрудников Будо-Кошелевского РОВД еще в ноябре прошлого года. Остановленный для проверки документов автолюбитель уверенно продемонстрировал его инспекторам госавтоинспекции. Но сотрудники, посмотрев на оттиск, заподозрили неладное. За смену инспекторам дорожно-патрульной службы приходится изучать по несколько десятков комплектов документов, предоставляемых водителями. И в случае сомнений у работника ГАИ имеется возможность уточнить необходимые сведения в базе данных. В случае, если водитель дома забыл документы, либо у инспектора имеется подозрение в подлинности печати, сертификате, имеется возможность позвонить на базу Белтехосмотра и уточнить, проходило ли данное транспортное средство, техосмотр, либо нет. Оперативники уголовного розыска начали проверочные мероприятия, чтобы выяснить истоки появления фальшивки. Тем временем сотрудниками областного ГАИ были выявлены и другие подозрительные сертификаты, подделку оттисков на которых также подтвердили эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. За последние два месяца резко возросло количество экспертиз, связанных с сертификатами прохождения гостехосмотра. В частности, со штампами, которые свидетельствуют о том, что автомобиль прошел осмотр. В случаях, когда данные штампы наносятся с помощью каких-либо принтерных устройств, особого труда не составляет определить их подлинность. Немного сложнее дела обстоят, когда наносятся штампы клише какими-либо. В таких случаях уже необходимо проводить экспертизу при наличии самого клише, которое наносилось, либо образцов, проставленных данным клише. Практически в 100% случаев, назначенных нам экспертиз сотрудниками милиции, штампы прохождения гостехосмотра являются поддельными. Шаг за шагом милиционеры приближались к организованной подпольной сети, которая занималась оказанием незаконных услуг, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан на дорогах области. Все началось со стремления 27-летнего гомельчанина заработать легких денег. Мужчина создал актуальный бизнес, основанный на желании ряда автолюбителей увильнуть от официального прохождения технического осмотра. Впоследствии сотрудниками уголовного розыска была раскрыта организованная подпольная сеть, в которую, кроме основателя, вошли еще 6 человек. Всего было выявлено 60 фальшивых сертификатов. Также найдено и изъято клише. Изготовив клише оттиска печати, он стал предлагать знакомым свои услуги. Работу оценивал в 50-70 рублей за один сертификат. Появлялись заказы, находились посредники. За свои услуги последние порой наваривали до 100%. Фигурантами дела стали 70 человек. Большинство – автовладельцы, которые попали в поле зрения правоохранителей с поддельными документами. В их действиях, как и в действиях непосредственных участников группы, усматривается подделка изготовления избыт поддельных документов. Ущерб – 14 тысяч рублей. Фигурантам уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы. Зиму называют врагом для автомобилистов. Ведь только в этот период у водителей возникает самое большое количество проблем, начиная с ситуации замерзания двигателя и заканчивая движением в гололед. И даже хорошо подготовленный к зиме автомобиль не может полностью уберечь от непредвиденных ситуаций. Так какой же выбрать стиль вождения и как самим разобраться в случившемся, если ДТП все же произошло? На эти вопросы попыталась ответить наша съемочная группа. Видеороликов, в которых видно, как экстренные службы вытаскивают машины из кюветов, на этой неделе не редкость. Выпавший снег и гололед сделали свое дело. Одни дороги превратились в катки, другие оказались непроходимыми. Прошедшие выходные стали жаркими не только для автомобилистов и коммунальщиков, но и для ГАИ. Где-то сотрудники госавтоинспекции с помощью, своими силами, скажем так, помогают вытолкать автомобиль из кювета, где-то уже прибегают к помощи других участников дорожного движения и при помощи троса достают автомобили те, которые съехали по каким-либо причинам на обочину, либо в кювет. А причины чаще всего в ошибках, которые допускают водители. Многие забывают об элементарных правилах, способных спасти в гололед. Что такое ледяные ловушки и как правильно выбрать стиль вождения в сложных погодных условиях, нашей съемочной группе рассказали и показали сотрудники ДПС. Потенциально опасные участки дороги зимой, перекрестки, выезды на главную дорогу, остановки общественного транспорта. Из-за образующегося накатанного слоя снега здесь бывает очень скользко. Немалую угрозу представляют и так называемые ледяные ловушки. Это когда лед на дороге скрыт под слоем снега. Самое важное при движении в снегопад в условиях гололедеса выбрать оптимальную скорость движения. То есть скорость движения транспортного потока, заблаговременно снижать скорость. Снижать скорость надо на понижающих передачах с прерывистым торможением, без выключения сцепления. Надо учитывать, надо понимать, что если снег лежит, то под ним может образоваться лед. Не надо думать о том, что у меня зимняя резина, либо всесезонная резина, я проеду как положено. Все это многим водителям покажется давно изученными истинными. Вот только аварий на наших дорогах при каждом серьезном снегопаде меньше не становится. Кстати, вызывать ГАИ в некоторых случаях не обязательно. При совершении дорожно-транспортного происшествия, там где ущерб для потерпевшего составляет менее 400 евро, значит водитель потерпевший и водитель виновник, если пришли к единому согласию, то имеют право оформить данное дорожно-транспортное происшествие европротоколом. В этом случае ущерб будет возмещать страховая компания, виновника не привлекут к административной ответственности. Однако нужно помнить, у этого способа есть своя особенность. Если на следующий день потерпевший посчитал, что все-таки сумма ущерба превышает 400 евро, и решает приехать в ГАИ и написать заявление. В данном случае сотрудники ГАИ никакую проверку проводить уже не будут. Мы не имеем права уже начинать административный процесс. Напомним, что возможность обойтись европротоколом появилась у белорусов с июля 2010 года. Тогда размер страховой выплаты доходил лишь до 200 евро. Несмотря на то, что сумма увеличилась в два раза, некоторые водители даже после незначительных ДТП предпочитают вызывать сотрудников ДПС. А это зачастую потерянное время и длинные пробки на дорогах. Алексей Немкевич, Михаил Рабков, специально для программы «Де-факто». Дорога не прощает ошибок, и риск их совершить особенно увеличивается в условиях неблагоприятной погоды. О том, как избежать неприятностей на дорогах, на каких улицах Гомеля от водителей теперь требуется повышенная осторожность, и как изменились требования к автолюбителям с января этого года. Поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ управления внутренних дел Гомельского облсполкома Владимиром Чекезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала разберемся, как действуют сотрудники госавтоинспекции в условиях неблагоприятной погоды. В случае введения плана погода при ухудшении погодных условий формируются дополнительные экипажи ГАИ. Данные экипажи проводят мониторинг основных дорог города, района, области, выявляют неблагоприятные где-то участки дорог и совместно с коммунальными дорожными службами проводят необходимые мероприятия по очистке снега и так далее. Удается ли контролировать ситуацию? Да, удается. Оказывается, всемирная помощь участникам дорожного движения. Можно для примера сказать, что только за прошедшее воскресенье было зафиксировано 22 случая, когда ГАИ оказала помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Где-то автомобиль замерз, двигатель вышел со строя. Сотрудники ГАИ оказывают помощь. Владимир Николаевич, по статистике зимой тенденция нарушений, как правило, увеличивается. Так ли это в январе этого года? Ежегодно с наступлением зимы, ухудшение погодных условий, количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Что является причиной? Почему это происходит? Как известно, зимой сцепление автомобиля с проезжей частью колес автомобиля ухудшается. В связи с этим тормозной путь автомобиля значительно может быть увеличен. В таком случае неправильный выбор скорости движения и приводит к выезду за пределы проезжей части, наезда, столкновения и так далее. Почему в этом сезоне именно пешеходы становились жертвами наездов автомобилистов? Мне кажется, как-то декабрь, январь особенно проявил себя в этом явлении. Основной причиной явилось то, что водители нарушают правила проезда пешеходных переходов. Немаловажным фактором также послужила и сама банальная невнимательность пешеходов, которые выходили на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспортного средства, и происходило дорожно-транспортное происшествие. Слушайте, ну еще есть одна проблема, это когда пешеходы, особенно касается молодежи, идут, слушают музыку с наушниками, и опять же их внимание просто притупляется. Да, можно сказать, это реалии нашего времени. Вот эти гаджеты, телефоны, наушники, плееры отвлекают пешеходов, они не понимают, где они находятся, идут по привычке где-то по каким-то своим маршрутам, и не обращают внимания на походные условия, на приближающийся транспорт к пешеходному переходу, и могут внезапно выйти на дорогу. Водитель тоже, может быть, отвлекся, неправильно выбрал скорость, тормозной путь в зимний период увеличен. Вот и происходят вот эти ошибки и наезды на пешеходов. Если анализировать сводку, то становится понятным, что все-таки большая часть среди этих дорожно-транспортных происшествий это наезды на пешеходов за городом, на загородных трассах, когда люди просто не обозначают себя световозвращающими элементами, не так ли? Да, тоже верно, потому что выпадает снег. На некоторых участках дороги те тротуарные дорожки, которые в летний период, по которым передвигаются пешеходы, они заснежены, обочины заснежены, и пешеход вынужден выходить на проезжую часть, то есть он движется по краю проезжей части. Как известно, в зимний период темное время суток значительно увеличивается, и вот в вечерний период, уже начиная с 16, 17, с 18 темно. Пешеход, который движется по проезжей части, не всегда может быть заметен для водителя. В соответствии с пунктом 17.1 правил дорожного движения, при движении в темное время суток по проезжей части, пешеход должен обозначить себя светоотражающим элементом. Что это дает? Это дает, конечно же, повышение мер безопасности как самого пешехода, так и водителя. Водитель имеет возможность более чем в пять раз заметить на дальшем расстоянии, чем ежели пешеход не обозначает себя светоотражающим элементом. Это является, конечно же, повышением безопасности. Поэтому, кроме того, это является нарушением, если пешеход не обозначил себя светоотражающим элементом, и он может быть привлечен к административной ответственности. Какой штраф? Если пешеход не обозначил себя светоотражающим элементом, движется по краю проезжей части, то штраф может быть от одной до трех базовых величин. На сегодняшний день это составляет от 24 рублей 50 копеек до 73 рублей. Этот год начался для автомобилистов с изменений в Кодексе об административных правонарушениях. Расскажите о главных изменениях, пожалуйста. 8 января текущего года законом Республики Беларусь были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Процессоциально-исполнительный кодекс. Основным изменением это послужило то, что были отменены, условно так назывались они раньше, пятидневки. На сегодняшний день в случае, если правонарушитель согласен на принятие к нему мер административного воздействия в виде штрафа, он согласен с нарушением, то составляется постановление. Значит, оно может быть оплачено на месте, а также в 30-дневный срок. В случае неоплаты в 30-дневный срок, то данное постановление обращается к принудительному исполнению, либо по месту работы, либо в органы принудительного исполнения. Важно знать, что в случае неоплаты штраф автоматически будет увеличен на две базовых величины. На сегодняшний день это составляет 49 белорусских рублей. Мост через рек Лусош, который находится на объездной дороге, сейчас закрыт для движения грузового транспорта. И мы наблюдаем, что в городе этот поток, он активизировался и стал более интенсивным. На каких улицах напряженность возрастет и как долго это продлится? Да, здесь можно отметить, что проблемное направление это автодорога М-10, Кобринская, то есть Кобрин и автодорога М-8, это объездная вокруг города Гомель. В связи с ремонтом данного моста и аварийно опасным для грузового транспорта, поток перенаправлен через город Гомель. Это Речицкое направление, автомобили грузовые могут двигаться по улице Проспект Речицкий, Студенческая улица, улица Проспект Октября и далее Гомель-Хутор. Это уже через 5-й микрорайон и выезд обратно на подъезд к городу Гомелю от автодороги М-8. Интенсивность довольно плотная, вот уже поступают и к нам обращения. Как быть автомобилистом, на что обратить внимание и как избегать возможных ситуаций на дорогах? Да, это несколько увеличивает поток транспорта, увеличивает движение. Особенно фуры, вот тоже кольцо в районе улицы Быховская, ведь там для фур места достаточно, конечно, но все равно возникают сложности. Да, надо быть немножко более внимательным. Зачастую эти грузовые транспортные средства движутся груженые, то есть не следует их как бы подрезать, приезжать впереди них, останавливаться побыстрее где-то на светофоре, потому что фура не может, тяжеловесная, большой груз не может мгновенно остановиться. Поэтому надо быть более внимательным, может где-то пропустить ее, то это будет более безопасно, чем если где-то попытаться побыстрее ее проехать и где-то подрезать, и она не успеет остановиться. Такие случаи у нас были уже и на проспекте Октября, когда на светофорном объекте впереди заехала машина, а фура просто не смогла остановиться. Ну, тем не менее, мы приближаем экипажи, несущие службу в городе, к проблемным участкам с целью контроля и обеспечения безопасности дорожного движения. Владимир Николаевич, спасибо большое за конструктивный и полезный разговор. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудитории, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. В Чувашии отец и сын, переходившие дорогу по пешеходному переходу, чудом спаслись от наезда, проехавшие рядом с ними фуры. Пешеходы заканчивали переходить трассу, как неожиданно за автомобилем, который пропускал их по крайней правой полосе, показался большегруз, который двигался по обочине на высокой скорости. Мужчина поторопил сына, и они едва успели запрыгнуть в сугроб. А в Подмосковье водитель БМВ отправил в кювет грузовик. Выходя из заноса, который произошел из-за резкого маневра на высокой скорости, владелец иномарки подрезал грузовой автомобиль и совершил с ним столкновение. В результате этого водитель грузовика потерял управление, съехал на обочину, где его машина и опрокинулась. Вот так, вот ура! В столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абудаби, туман стал причиной массового ДТП. На трассе столкнулись 44 автомобиля. Сообщается о 12 погибших. Фуры буквально сносили легковушки на своем пути. До 8 лет лишения свободы грозит 24-летнему рецидивисту, который одним ударом убил отказавшего ему в обслуживании сотрудника автомойки в Подмосковье. Сначала мужчины на понятном друг другу языке долго обменивались рекомендациями, кому куда идти. А потом владелец иномарки за полсекунды двумя ударами уложил обоих оппонентов. При падении один из них получил смертельную травму головы. Понимаете, за что задержаны? Да, понимаю. Что совершили? Ударил человек. Обворовали ювелирную мастерскую через дыру в полу. В Белгороде два грабителя украли деньги и золотые изделия на сумму 10 миллионов российских рублей. Через подвал мужчины прорезали в бетонном полу отверстие и легко проникли в помещение мастерской. Ползая на четвереньках, они открывали ящики и собирали украшения в сумке. Мужчины не особо торопились, успев вытащить из кассы миллион рублей и набрать два баула ювелирных изделий на общую сумму около 9 миллионов. Обратно воры возвращались тем же маршрутом. И именно в подвале одного из них с сумками и задержали стражи порядка. Скажи, за что тебя задержали? Не знаю. А что ты там делал в подвале? Да ну вот, помол. Что? Рабочему. Оказалось, обманщик какой-то. В сумках ты знал, что находится? Нет. А тебе же обещали что-то за эту помощь? 20 тысяч рублей. А сказали, что они будут делать? Ну, чтобы вентиляцию, да. В Индии женщина спасла своего мужа от нападения банды головорезов. В неравной схватке посчастливилось выжить журналисту из города Лакхнау, на которого напали неприятели. Мужчина открыл ворота незнакомцу, предложившему взглянуть на якобы сенсационные документы, но как только хозяин оказался на улице, на него сразу напали пятеро мужчин. Они повалили журналиста на землю и стали бить не только руками и ногами, но и битами, а также топором для разделки мяса. Из передряги мужчину вытащила его жена. Она выбежала с пистолетом и стала стрелять по налетчикам. Убедившись в серьезных намерениях женщины, бандиты испугались и разбежались в разные стороны. Избитый мужчина выхватил у жены пистолет и приготовился к новой атаке. Когда все стихло, супруги вызвали полицию. А это кадры вечеринки в Нижневартовске. Сибиряки сняли ролик отдыха на зимнем водоеме и купания в проруби. Все выглядит так, будто мороз в минус 20 людям нипочем. Никакого дискомфорта не видно ни на лицах взрослых, ни детей. Они купаются, отдыхают, катаются на коньках и получают загар в лучах зимнего солнца. Ролик стремительно набирает популярность в интернете. Пользователи отмечают, что такое под силу только людям с сибирским здоровьем. Субтитры предоставил DimaTorzok